Аркадий Науч, сегодня июнь 2019 года, международная конференция. Древо жизни уже идет широкими шагами. Переходный период, может быть какой-то вывод сегодняшней конференции? Отличительная особенность. Ну, отличительная особенность, вы ее и сами видели. Уже сколько академиков, вот даже вчера в зале выступала, приехала, рассказывали о своих работах, о своих поисках, о том, что они на этих направлениях тоже много чего достигли, очень интересного. И что подтверждает, по сути дела, и нашу работу. То есть они своими поисками, ну, как бы обосновывают наши результаты. Ну, они чего-то ищут, а мы чего-то делаем. Вот это большая разница. Но то, что их уже столько много, одновременно приезжает. Вы же видели, сколько их приехало, сколько выступало, кого здесь только не было. Это говорит о том, что действительно ситуация обретает, как бы, совершенно другой, новый масштаб звучания. Переход Земли и человека в новое пространство существования. Что должен сделать человек в этом переходе? Или не должен? Или как? Как это не должен? Конечно, должен. У него же воля есть. Ну, это никуда не денешься. У него воля есть не идти. Не хочешь, как хочешь. Возможность тебе дают, а уж ты там сам решай, пользоваться этой возможности или нет. Вот здесь люди сидят и учатся. И многие из них перейдут. Можно дать сказать, большинство перейдет. Из тех, кто учится. А те, кто там по улице ходят, это непонятно еще как. С ними чего произойдет. В мире нарастает число так называемых внезапных смертей. Абсолютно здоровые люди вдруг раз, ни с того, ни с сего уходят. Потому что идет уже от всех. Уже идет. А это связано как-то со светоносными вибрациями? Конечно. Изменилась частота Шумана. Перешла с альфа-ритма на бета-ритм. Бета-ритм – это одна из функций головного мозга, творческое сознание. Но не все к нему готовы. Мы можем сказать, что развоплощение, связанное со светоносностью Земли, это невозможность человеком принять эти вибрации? Это как раз связано с тем, о чем вы говорили. Не хочу. Ну не хочешь, я еще раз говорю. Как хочешь. Это твое дело. Не хочешь жить в свете, но живи в тьме. Когда-нибудь да надоест. Здоровье человека напрямую зависит от его мировоззрения и миропонятия. Говорит учение Древа Жизни. Самая сильная мотивация для человека – быть здоровым. Это же самая сильная мотивация. Формула кажется простой. Но почему так трудно? Я бы не сказал, что это самая сильная мотивация. Она серьезная мотивация, но не самая сильная. Самая сильная мотивация – это быть с отцом. Вы с ним, он с вами, все вы вместе. Вот это – самая сильная мотивация. Потому что все остальные проблемы будут уходить по мере вашего приближения к отцу. Чем вы ближе к нему, тем меньше у вас проблем. Я, готовясь к интервью, обобщила очень много комментариев людей. Их вопросы, они, может быть, немножко наивные и не имеющие под собой знаний Древа Жизни. И поэтому люди начинают вот этот путь, очень много людей, с того, что они хотят быть здоровыми. И поэтому мой вопрос и прозвучал как сильная мотивация быть здоровым. Это сильная физическая мотивация. Понимаете? Люди живут по плоти. Поэтому это у них сильная мотивация. А если бы они вышли в дух, сколько людей, подвижников, и болели, и страдали. Ну, та же Матрена Московская. Уж чем она только не болела, и от чего она только не страдала. Но можно ли сказать, что это была бы для нее очень сильная мотивация? Думаю, что нет. Другим помогать – это была сильная мотивация. А собой – это уже было напоследок. Так же и Ванга. В здоровом теле – здоровый дух. Известный спортивный девиз – давно искаженный перевод древнеримского афоризма Юния Ювенала. Дальше поэт писал. Бодрого духа проси, что не знает страха перед смертью. Мне этот девиз все время не давал покоя. Правильный ли он? Хотелось все время поменять местами эти два постулата. Нет, ну там же возьмите первый постулат, он будет правильным. Конечно, надо молить Бога о том, чтобы в здоровом теле был здоровый дух. Потому что само по себе здоровое тело без здорового духа, ну понимаете, у любого дебила может быть здоровое тело. Разума нет. Вон мы видим на Украине, что творится. Вон мы видим сейчас в Тбилиси, что творится. У нас люди со здоровым телом, а здорового духа у них нет. А в трудах Сократа находим, нельзя лечить тело, не леча душу. А зачем лечить душу, если это божественная структура, в которой есть все знания? Душа – божественная структура, но она тоже затмевается у некоторых. Тут же надо не вообще говорить. Тут надо какой-то персональный случай рассматривать. Есть же люди действительно с больной душой. Вот такой есть. То есть она же тоже от сознания. Или темную сторону берет, или светлую. Так что такую душу тоже надо лечить. Слово имеет силу программировать. Сознание для дальнейшей реализации сказанного. Причем даже слово, произнесенное мысленно. Поэтому так важно помнить. Подумай, прежде чем помыслить и сказать. Что такое думать правильно, и что делать, если мысли скакуны обуздать очень трудно. Пока трудно. Какие мысли формы и слова формы отражаются на нашем здоровье? Но любые негативные мысли формы, безусловно, отражаются на нашем здоровье. Любые слова, например, мат, такого направления, это все отражается на нашем здоровье. Потому что каждое имя, например, ну вернее слово матерное, это имя, по сути дела, демона, которого вы призываете. Ну он тут как тут, и начнет вам помогать. Как он понимает это? Станет ли вам от этой помощи хорошо, это уже следующее состояние. Даже, думаю, объяснять не надо. И так всем понятно, что будет. Надо быть, мы сегодня говорили о гармонии, о гомеостазе. Надо стараться все свои эмоции, все свои претензии, все прятать. Потому что на самом деле начало всех этих событий, ну и этих негативных проявлений, оно лежит у нас самих. Прятать или не допускать? Не допускать, смирять. А как не допускать? Если все время допускал? Воля есть для этого. А, все время допускал. Вот для этого и есть воля. Иначе события жизни будут так вкладываться, что они начнут вас выправлять. Но если уже мы встали на этот путь, есть ментальные технологии, которые нам помогут как-то структурировать свои мыслительные процессы и избавиться от этого? Ну, конечно, есть, но они должны проводиться вами лично. То есть вы должны быть заинтересованы, чтобы исправить вот эти свои негативные состояния. Если вы не хотите, то кто должен за вас это делать? Никто. Мы находимся в учебном пространстве. Все, что здесь происходит, на космос в целом не влияет. То есть все наши неправильные... Войны мы устраиваем, термоядерные события. Последствия разгребаем только мы. Космос не будет разгребать это. Единственное, что он может нам дать, это новая возможность начать все сначала. Среди руин. Человек приходит на землю, душа его имеет опыт прошлых воплощений. Остаются нерешенными задачи прошлых воплощений, и они могут проявляться в текущей жизни человека и очень влиять на нее. Дают ли знание древа жизни возможность нормировать свое прошлое, чтобы сгармонизировать нынешнюю жизнь? Прежде всего, если у вас есть цель и устремление что-то исправлять, то это и есть самая главная технология. То есть ваше внутреннее решение, что это недопустимо, допустим, то, что было. Что вы хотите стать чем-то, кем-то другим. И вот это будет происходить. Вот она технология. То есть если у человека в семье негармоничное отношение, ну, допустим, с родителями, с детьми, с какими-то племянниками, родственниками, да, и эти негармоничные отношения повторяются, это повод для человека задуматься о том, что это бы хорошо бы нормировать для того, чтобы всю ситуацию... Конечно, но если в нем уже возникает такое желание нормировать, то постепенно, ни сразу, ни в один момент, даже не день за днем, а через какое-то время все это начнет потихоньку ослабевать. Вот эти конфронтации. Потом куда-то уходить, становиться все реже, а даже может возникнуть и понимание опять, и гармония. Это все небыстрые процессы. Потому что там много участвующих. И дело не в том, что одна сторона неправа, а может быть, каждый по-своему неправ. Что такое выход из условного состояния жизни? Как полюбить себя по-божественному? Любить Бога в себе? Очень частый вопрос, который люди не понимают. Самый простой ответ – стать Богом. Мы же образ подобия. Вот и становитесь. Выходите из образа в подобие. Становитесь подобными отцу. У нас же в основном дети учат родителей. Приходит время просто жить и любить. Состояние безусловного действия, безусловной любви, на мой взгляд, наивысшая ступень в развитии духовной структуры человека. Как на этом поле, в этом состоянии жить рядом с огромным количеством негармоничного вокруг? Что будет отсев? Негармоничные уйдут на свой уровень негармоничных. И будут жить с такими же негармоничными следующую тысячу лет. А гармоничные уйдут гармонично. Но пока они уйдут, должен пройти какой-то… Так они уже идут. Осталось совсем немного. Я же говорю, мы в четвертом сейчас измерении. А четвертое измерение – это туннель перехода. Вот мы были в третьем – это пространство. А четвертое – это туннель. И мы по нему идем. Ну, человек, который прикоснулся к знаниям и уже знает, как на ментальном уровне управлять, на каком-то макроуровне, то есть у себя на работе он может нормировать эту негармоничную обстановку, или в общественном транспорте, или находясь еще где-то, да, среди людей, это понятно. А вот фраза «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас» – лежит ключ вот к этому пониманию? Лежит. Вот этого более глубокого прокомментируйте, пожалуйста. Потому что враг появляется только тогда, когда у вас есть какой-то недостаток. И он приходит, как, например, вы должны решить это. Он как учитель приходит. Вы должны выйти из этой ситуации. Если вы ее преодолеваете, он уходит, враг. А знания остаются у вас. Как это преодолевается? Он учит вас преодолевать. Он учит вас, по сути дела, дипломатии отношений. Получается, врагов нет. Это наша реакция. Да все в мире едино. И светотьма тоже едино. На определенном уровне развития. И праведников, и неправедников нет. Конечно. Любой плюс в любой момент станет минусом. Любой минус в любой момент может стать плюсом. Человеку позволено знать столько, сколько он способен осмыслить и переварить. Это потому, что путь осознания у каждого свой? Или есть еще более глубокие моменты? Ну, путь-то свой. Это понятно. У каждого человека свой путь. Но на этом пути есть некие реперные точки. То есть подсказки, которые выставляются. Ну, кем они выставляются? Конечно, отцом. Он из-под тяжка помогает нам. Он не может это сделать явно. Потому что не ищите знамения чудес. При знамении и чудесах каждый поверит. И каждый. Но ты же своим трудом должен достичь этого. Вот он из-под тяжка и помогает. Но он никогда нас не оставляет на самом деле. Как синхронизировать свои духовные помыслы и реальные жизненные поступки? То есть как начать путь к себе? Сначала надо сделать в себе определение. То есть разобраться, что такое хорошо и что такое плохо. И когда вы разобрались, вы говорите, нет, то, что плохо, мне не годится. Я иду туда, где хорошо. Вот это определение, вот и помогает все. Статус Бога для человека. Есть ли здесь искажения в понимании? Как правильно его статус определяет древо жизни? Никакого искажения здесь нет. Человек – это действительно Бог. Бога это знали всегда. И даже в псалмах известных. Давида, если помните, и стоял Бог среди богов. Сонного богов там сказано. Ну, бесконечность богов. Каждый человек – это Бог. Но потенциальный. А вот чтобы стать из потенциального действительно Богом, ему надо пройти путь развития. А путь развития – это не теория, это практика жизни. Это можно послушать, но гораздо важнее это еще и делать в жизни. Понимаете? Вот тогда появляется Бог. А что там? Теоретик. Знает и не делает. Ну и что? Знания, которые прошли через твой опыт, и получился результат – это осознание. Да. И дальнейший путь. Плод жизни. Плод жизни. Результат жизни. В одной из книг я прочла фразу, она мне так легла на душу, но я хотела бы просить вас, чтобы вы прокомментировали. Мышление на уровне любви. Как этого достичь? Мышление на уровне любви – это божественное мышление, потому что главное имя Бога – это и есть любовь. Он любит все, и Он любит всех. У Него нет вот этого хорошего, вот этого плохого, Он так не верит вообще никого. Но у нас это есть. А это мы. Но мы-то еще кто? Мы еще уа-уа пока еще в этой жизни. Светоносность Земли повысилась сегодня с 9 до 40 Гц. Речь идет о частоте вибрации Земли, о резонансе Шумана, который в последнее время сильно повысился. Для чего людям нужно повышать частоту своих вибраций? Мы снова возвращаемся к этому вопросу, поскольку он сегодня мегаважный. Но частота Шумана – это 7,8 Гц, которая связана с альфа-ритмом нашего головного мозга. Переход на те частоты, которые вы обозначили, 40 и более Гц, это означает переход на бета-ритмы. А бета-ритмы – это творческое сознание. Альфа-ритм – это сумеречное сознание, когда человек как бы немножко спит, немножко бодрствует, ну всего понемножку. Ну как бы живет в полусне, вот это и есть сумеречное сознание. А бета-ритм – это творческое сознание, когда человек творит. Вот мне сегодня тут жаловались, что я пишу книжки быстрее, чем они успевают читать. Ну почему? Потому что я работаю уже на другом ритме своего сознания. Аркадий Нович, на своих встречах в самых разных городах Вы говорили о достигнутых договоренностях по изучению древожизни в различных образовательных и научных учреждениях. Например, упоминали кафедру Николая Николаевича Дроздова в МГУ, в Томске и Новосибирске с молодыми учеными в Академгородке, в Академии человека, Академика Казначеева, а также обучение будущих медиков в медучилищах. Вот хочется вот этой конкретики по тем договоренностям, о которых я упомянула. В 2007 году в президиуме Российской Академии наук состоялась российская медицинская конференция, на которой рассматривались результаты нашей работы, нашей деятельности. Резолюция этой конференции была такой, все случаи достоверны, статистически значимы, и их необходимо распространять. То есть была такая установка. Теперь появились еще дополнительно национальные проекты, в которых тоже есть социальный аспект, в том числе и здравоохранение, обучение и все прочее. Наши технологии абсолютно ложатся в эти, в общем-то, проекты. Что, собственно, и не замедлило сказаться, потому что к нам со всех сторон стали прибывать люди от различных организаций с различными предложениями. И мы по мере сил стараемся сейчас как-то отзываться на эти просьбы. Николай Николаевич только высказал такое пожелание, и мы договорились с ним, что в основу будет положена моя трилогия о гипербореи. Вот первая книга «Гипербореи. Метафизика реальности» уже вышла. Идут, в общем-то, восторженные отзывы со всех сторон. Ее уже перевели в Германию, кстати, и уже буквально через несколько месяцев она там выйдет уже. То есть этот процесс идет, и он ждет вот этих книг. Я, наверное, в ближайшее время ему их передам, и он тогда будет думать, как он выстроит это на своей кафедре в МГУ. А молодые ученые в Томске и Новосибирске? Там уже сложилась группа инициативная, и там они тоже уже начинают, собственно, готовить своих специалистов по нашим программам. То есть эта работа уже идет. Также академик Казначеев, это директор института, человека, он тоже хочет наши программы внедрять в обучение в своем институте. Для студентов, да? Для студентов, да. Традиционный вопрос. Есть ли какие-то прогнозы по политической обстановке, географической, природной, экологической? Можно выделить, что, в принципе, это и раньше говорилось, что Америки больше не будет, Англия и Япония могут исчезнуть в море. Будут очень большие катаклизмы в Европе. Самая благополучная территория – это Россия. Но она это все выстрадала. Это не просто так появилось. Сколько тысячелетий она страдала, чтобы это появилось. Но сейчас это самая благополучная территория. И кто наши партнеры? Ну, еще у Нострадамуса было очень мощное предсказание. Он сказал, что Тартария, ну, правильнее сказать Тархтария, это от бога Тарх название, должна ухватиться за хвост азиатского дракона. Ну, мы знаем, кто такой дракон азиатский. Это символ Китая. И не ухватить за хвост, а ухватиться. Спасибо большое. Спасибо.